Всем привет! Мы с вами снова в магазине Икея Нижний Новгород. Сегодняшний обзор будет посвящен кушеткам. Этот обзор по вашей просьбе, по заявке наших подписчиков подробно покажем, расскажем, разложим, обсудим все плюсы и минусы тех кушеток, которые продаются в Икея. Давайте смотреть. Первая кушетка, которую мы будем с вами смотреть, это кушетка Хемнес. Кстати, сразу хочу сказать, мы пользуемся такой кушеткой дома. Покупали мы ее порядка четырех лет назад и покупали мы ее в отделе Уценко с небольшим дефектом. С большим удовольствием пользуемся. Кушетка в идеальном состоянии. Про нюансы расскажу. Значит, смотрите, на данный момент кушетка Хемнес в Икея Нижний Новгород стоит 27,999. На них периодически бывают скидки до 21,22 тысяч. Это стоимость кушетки без матраса. Давайте покажу, что у нас внутри кушетки прячется. Так, оснащена она тремя ящиками и раздвигается по принципу выдвижения. Значит, вот такие вот ящики. Их три. Умещаются замечательно две подушки 50 на 70, либо одеяло и подушка. Значит, вот это вот ручки. Это серия, вся серия Хемнес с такими ручками идет. Это на втором ящике. Сейчас покажу средний ящик. Достанем его. Значит, смотрите. Вот такие вот направляющие для ящиков. Вот это вот колесико. Значит, вот это у нас в собранном виде заглушки. Край ДСП. Кушетка Хемнес это смесь. Массив и ДСП. Так, вот такое вот у нас дно. Вот так. Значит, ящик мы с вами посмотрели полностью. Теперь давайте подлезу, подскажу, что у нас в самом три. Внутренности смотрим. Значит, вот такие вот направляющиеся вторым колесиком. Вот такой деревянный из массива брусок. Значит, вот само колесо, при помощи которого выкатываетесь. Колесиков несколько. Так, заглянем вовнутрь. Это речное дно. Видно, но речное дно мы покажем отдельно. Вот это у нас край. Толщина порядка сантиметра с небольшим. С внутренней стороны он тоже такой же белый. Возвращаю ящик на место. Ага, не знаю, получилось. Честно, я свои ящики не доставала ни разу. Ну, только если протереть, то есть отодвигаем, раз выдвигаем, поэтому особо опыта с ними нет. Так, ящики посмотрели. Теперь давайте смотреть бока и что внутри. Значит, вот такие вот боковины у нас. Кстати, вот у нас в процессе эксплуатации младший ребенок, когда зубы резались, она вот это у нас погрызла. Мы потом, когда дитя подросло, зашкурили, опять покрасили белой краской, все в идеале. Значит, у нас бока. Вот этот бок. Сейчас с другой стороны его посмотрю. Чем удобна данная кушетка? Она получается со сголовьем, и вы закрываете стену. То есть стена не трется, когда там подушка, голова и так далее. По матрасам. На данную кушетку подходят матрасы размером 80 на 2, при условии, что вы будете ее складывать и раскладывать. Если вы хотите полностью пользоваться ей 1,60 на 2 и не собираетесь раскладывать, тогда покупайте матрас 1,60 на 2. Но учитывайте толщину обязательно. Слишком толстый матрас будет неудобно, то есть нужно будет высоко залазить. Поэтому, смотрите, на данной кушетке, сейчас скажу, какие матрасы лежат. Вот их два. Вот видно, да? То есть два таких матраса. Один полностью спрятан, его не видно. То есть если вы один стелите, пользоваться неудобно в сложном виде, с двумя более-менее. Значит, здесь у нас в комплектации вот эти матрасы Malphys 80 на 2, пенополиуретановые. Толщина одного матраса 12 сантиметров. Итого получается в сложенном виде 24 сантиметра. То есть это максимум 24, даже если вы, сейчас покажу, сяду, даже если вы в разложенном виде большой матрас 1 целиком покупаете. То есть если выше, допустим, сидеть уже неудобно, как на бабушкиной кровати в деревне получается. Так, берем подушки. Покажу уголки. Значит, у нас в углах. Сейчас наведем небольшой бардачок, но обратно все уберем за собой. Друзья мои, вот что у нас в разложенном виде. Сейчас хочу рассказать про нюансы. Вот смотрите. Речное дно – это массив дерева. Но все знают, что в натуральном дереве всегда есть сучки. Если вы вот в такой сучок попадете коленом и весите вы немало, я после родов весила порядка 100 килограмм, матрасы были у нас точно такие же. То есть заправляя кровать в разложенном виде, я просто оперлась коленом и получилось, что я в этом месте продавила речное дно. Так в двух местах сделала. То есть две дырки, муж там чем-то подправлял все это дело. Но не забываем, что в отделе IKEA сервиса, в библиотечке запасных частей, вот эти ламельки продаются отдельно. Они стоят от 50 до 100 рублей. Точную цену говорить не стану, потому что на память не помню и не уточняли этот момент. То есть заменить их можно, но аккуратно, не надо всем весом проваливаться на кушетку. Все-таки это сучки, они могут под вами провалиться. И это уже не гарантия, это уже как бы небрежная эксплуатация, скажем так. Так, покажу сейчас вот эту часть, которую подробно просили показать. Значит, смотрите, вот это вот металлическая рейка, которая сцепляет между собой две половины. Вот там у нас свободное пространство. Кстати, если нужно, например, помыть полы, да, что я делаю? Покажу. Смотрите, значит, вот эти вот дощечки, их можно подвинуть. Вот я сейчас подвинула, к сожалению, не получилось двигать и держать все это. То есть вот таким образом их сдвигаете в сторонку, протираете и ставите их на место. Но это для того, чтобы кушетку не двигать. А так, если капитально нужно, то все отодвигаете. Вот эти дощечки. У них такая вот толщина. Что могу сказать? Мне в целом кушетка нравится. Нареканий у меня к ней нет, пользоваться ей удобно. Из плюсов сказала, что закрывает. И если, допустим, у вас холодная стена, и вы ее не планируете утеплять, то это реально выход. То есть вы не соприкасаетесь головой со стеной, ни головой, ни телом. Поэтому удобно. Ну, единственное, что, конечно, стоимость все-таки она не маленькая. Но за такое соотношение цены и качества, я думаю, даже 28 тысяч не такой большой ценник. По кушетке Хэбнесс все. Это еще не окончание обзора. Пойдемте смотреть следующих интерьеров других кушеток. Следующая кушетка называется у нас Ферездаль. Вот у нас ценник на нее. Кровать, значит, спальное место у нас 80 на 20 будет, либо метр 60 на 2. Кстати, все кушетки в Икеа, которые раздвигаются такого размера, либо 80, либо метр 60. Значит, смотрите, вот на сама кушетка. Здесь она представлена, мы, кстати, снимали этот интерьер, но здесь была не кушетка, а диванчик. Как бы такая кухня-гостиная, да? Вот здесь она в виде такого дивана. Подушечки накиданы для того, чтобы было удобно спине. Потому что все-таки вся кушетка металлическая полностью, это сталь, покрытая порошковым покрытием. Хочу показать вам крупно все стыки. Она хорошо, добротно сделана, но она продается только в черном цвете. Все-таки не все любят соприкосновение металла дома с кожей, там, в коротеньком платье, условно, с голыми руками. Она даже в Икее прохладная. Поэтому учитывать этот момент надо. Так, что по ней? Ну, в заказах она периодически бывает, нареканий по ней нет, брака не было ни разу. Но на самом деле, если разобраться, здесь нечему ломаться. Есть-то только место сварки, где-то может отвалиться. Но вот я вам показала один стык, сейчас покажу остальные. Все очень хорошо, идеально сделано. Значит, вот у нас места сборки, крепежи. Вот это вот у нас ножки. Убежала я от основной камеры. Вот у нас, значит, вставлены вот эти вот пручки. Видите, вот местами вот такая вот, как бы капелька сварная, да? Да, но это все в пределах нормы. То есть так оно и должно быть. Матрасы здесь точно такие же использованы, как в предыдущей кушетке Хемнес. То есть такая же толщина 12 сантиметров. Вот хочу показать. Видите, то есть они лежат друг на друге, где задерживаются они только вот этой частью, поэтому нужно быть аккуратным, чтобы они особо не двигались. Хотя я бы, например, если вот ее пользоваться как диваном и запасным местом спальным, я бы их сцепила между собой, чтобы ненароком кто-нибудь не сдвинул. Сейчас присяду, покажу, как это при росте метр семьдесят выглядит. Удобно. То есть кушетка большая, можно и откинуться, можно и поваляться, можно и полноценным спальным местом использовать с учетом того, что у вас дополнительное спальное место, которое, опять же, в савтологии не занимает места. Сейчас мы посмотрим с вами, что внутри. К сожалению, разложить ее не получится. Здесь лежит плотно ковер, который мы не смогли подвинуть и убрать. И по нему она не едет. Поднимаем матрасы. Вот такое вот дно. Кстати, дно тоже полностью металлическое, поэтому не бойтесь, вставайте ногами, коленками чем угодно, вы его не раздавите. Значит, вот эти вот у нас крепления пластиковые. Сейчас попробую немножко выдвинуть. Ага, вот, значит, она выезжает. И сейчас мы ее немножко с другой стороны потеремем. Покажу, что у нас изнутри. Вот это у нас задняя часть. Получается, вот эта планка выезжает, и она становится рядом. Вот. С этой планкой неудобно одной рукой. Значит, вот в этом месте кушетки, кушетка, части кушетки стыкуются, то есть становятся рядом. Сейчас посмотрю, есть ли здесь какой-то дополнительный крепеж. К сожалению, нет. То есть фиксации нет. Получается, она выдвинутая и просто вот рядом стоит, но они зацеплены между собой, то есть они не разъедутся. В принципе, по кушетке феррисдал все. Тоже адекватная, но она такая своеобразная. Не все поставят металл, не все поставят черный цвет. Я считаю ее универсальной. Она подойдет в любой интерьер. Если ее обыграть текстилем, она встанет на самом деле в любое место. Пойдемте следующую кушетку смотреть. Следующая кушетка, про которую расскажем, это кушетка Рамста. Стоит она 8999. Само описание кушетки, название, размер. Информация по ней. Цена на данный момент. И артикул, ряд мест на складе. Кушетка у нас только в белом цвете продается. Она полностью металлическая. Реечное дно у данной кушетки приобретается отдельно. В данную комплектацию входит реечное дно Луро из 900 рублей. Размером 90 на 2. Вот это реечное дно. Крепится оно в распорочку. То есть каких-либо дополнительных фиксаций нет. Вот это реечное дно. Вот это ленточка. Фактически реечное дно вы на самом деле можете поставить любое. Укомплектована она матрасом Мусхуд. Вот информация по матрасу. Толщина 10 сантиметров. Мое личное мнение, можно поставить матрас сюда потолще. Когда садишься, фактически не проваливаешься. Но тем не менее, хотелось бы чуть повыше. Тонковато. Да, я не ощущаю под своим весом реечное дно. Но такого комфорта тоже нет. Но, опять же, это мое мнение. Ваше может отличаться. Значит, кушетка у нас, повторюсь, только в таком размере. Добавить-убавить ничего не получится. Вот они места стыков. Это у нас верх. Здесь вот видно сварку, угол и с другой стороны. То есть вся она состоит из таких вот перемычек. И поверху такой вот боковой по диагональке идет. В середине вот такой кружочек. Сейчас покажу. Вот этот кружочек. Сейчас с таким вот выступом. Ну, на самом деле, кушетка больше все-таки девочка-подросток либо взрослая девушка. Потому что ее нельзя разложить, допустим, спать вдвоем. С ней ничего, в принципе, нельзя сделать. Мое мнение, что это полноценная альтернатива дивану. То есть когда хочется чего-то более уютного, такого миленького, легкого, можно вполне, взрослой дочери, либо девочке-подростке, приобрести такую кушетку. Ну, нареканий по качеству не было ни разу. Так, сейчас еще покажу бока и ноги. У нас так стыкуется бок. Ну, соответственно, подтягивать все время, согласно рекомендации, которые дает сайт. И покажу с другой стороны. Вот смотрите, вот такие вот части возникают. Это не в процессе эксплуатации. Она изначально так сделана. Поэтому не пугаемся. Должно быть понимание, что изделие металлическое, но сваренное. Такие вот заглушки пластиковые. По кушетке рамство. Все. Идем смотреть следующую. Следующая кушетка. Это кушетка Брименос. Кстати, сразу хочу показать. Вот в таком вот она интересном интерьере. На большой камере все видно будет. Комната мальчика-подростка, который, кстати, очень увлекается футболом. Значит, давайте смотреть. На серию Брименос сейчас скидки. Вот данная кушетка вообще всегда стоит 13 тысяч. На данный момент она стоит 10. Согласитесь, 3000 разница хорошая. Вот ее размеры. Как я уже говорила, кушетки раздвижны все только таких размеров 80 на 2 и раздвигаются на метр 60. Значит, это у нас артикульный номер. Место ряд на складе, если вы покупаете сами. Параметры. В принципе, всю эту информацию вы можете посмотреть и на сайте. Так, значит, вот у нас эта кушетка. Стоит она сейчас 10 тысяч без рубля. Без акции, ну, как бы сейчас акции низкие цены идут, она стоит 13 тысяч. Вот у нее артикульный номер, место ряд на складе. И вот ее описание. В принципе, все описание вы можете самостоятельно посмотреть на сайте, либо в нашем видео. Значит, по кушетке. Из минусов, лично для меня, она идет без изголовья. То есть вот этот край, это все. Дальше у вас уже стена. То есть фактически высота матраса, если вы пользуетесь ей вот в таком вот сложенном виде, ну, дальше некуда уже. Прям вот матрас, он по размеру с края кушетки. Это из минусов. Потому что, если, например, стелить один матрас, у вас получится вот такой вот край, но он тоже не особо удобен. Ну, многие, кстати, клиенты пользуются. Честно, кушетка очень популярная. Берут всем, и взрослые, и детям в комнату. Соотношение цены-качество обалденное. Здесь ДСП. Здесь уже не массив. Но, тем не менее, в плане эксплуатации проблем с этими кушетками нет. Она тоже оснащена ящиками, что удобно. Значит, у этой кушетки уже два ящика. Она может выдержать 20 килограмм нагрузку. Не кушетка, а ящик может выдержать 20 килограмм. Вот он, размер ящика. Три подушки 50 на 70 умещаются спокойно. Значит, вот это вот ручки. Серебримность вся с такими ручками. Какие нюансы могут быть в процессе эксплуатации? Серебримность боится, если вы чем-то там, допустим, молотком каким-то детским ударите. То есть вот таких вот, она не то чтобы хрупкая, но ударов боится. Этот момент учитывайте. То есть если ребятишки играют, с чем-то тяжелым кинут, могут вмятинки остаться. А так у нас, например, из этой серии стоит шкаф. Стоит он давно. Проблем с ним никаких особо нет в процессе эксплуатации. Не рассохло, с ней развалило. Все в порядке. Сейчас я достану ящик. И мы посмотрим, что у данной кушетки внутри. И покажу сам ящик. Так, значит, вот у нас направляющие. Вот колесико. Заглубшки. Бок открыт. То есть не все ДСП закрывают. Это с внутренней части. Вот такая вот планка металлическая. Сам ящик. Так, ящик пока оставляем. Смотрим, что у нас внутри. Вот направляющие, колесико. Вот колесики, по которым кушетка выкатывается. Смотрим внутри ее. Речное дно. Речное дно, как и в кушетке Хэмнос, уже идет в комплектации. Речное дно тоже из массива. Соответственно, есть сучки. Поэтому обязательно учитывайте тот момент, который я рассказывала вначале про кушетку Хэмнос. Что вы можете просто раздавить речное дно по неаккуратности. Так. Значит, вот это у нас сам край. Здесь все прямоугольное. И вот как у нас закреплен верхний бортик. Вот видите, это места склейки, сучки. То есть вот в этом месте спокойно можно раздавить. Так, ну, про толщину матрасов уже говорили мы до этого. Обязательно этот момент учитывайте. Если постелите очень толстый матрас, обязательно, ну, как бы сваливаться, что ли, будет. Да, не особо удобно будет. Поэтому толщина матраса ровно ту, которую производители рекомендуют. Ну, либо подбираете. По кушетке Бримнос. Все. По кушеткам мы показали, рассказали вам все, что мы нашли именно в интерьерах. Так как сейчас добавляются новинки, они еще не все в магазине, но я думаю, в ближайшее время они добавятся. Сегодня мы рассказали ровно про те кушетки, про которые вы просили. В Икеа есть еще несколько видов. Если они вам актуальны, пишите. Мы обязательно снимем вам обзор. Ну что, всем спасибо. Пока. И до новых встреч, до новых обзоров.